Думаю, а что еще делать в старости? Прав наш Михаил Юрьевич. Жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. И не только глупая, но и жестокая. Есть в истории яркие явления. Вот, к примеру, Иисус Христос. Просто неописуемо прекрасен. Само добро, сама любовь. А что стало с Иисусом? Убили. Почему убили его? За что убили его? Вот евангелист Марк пишет. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним. Не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку. Встань на середину. А им говорит. Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И посмотрев на них с гневом, Скорбя об ожесточении сердец их, Говорит тому человеку, Протяни руку твою. Он протянул. И стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно вынесли с Иеродианами Решение против него, как бы погубить его. Века минули, и мы понимаем масштаб столкновения зла и добра. Дьявол с Богом борется. Но тогда Иисус был никому неизвестный человек. Бунтовщик. Творил чудеса. Не стеснялся обличать власть придержащих. Говорил о своей близости с Богом, Называя его отцом. Одним словом, опасный был. Пятая колонна. Опасен для священников. Опасен для власти. И убрать его не представляло большого труда. А уж греха никакого. Закон отцов попирает. Чего с ним церемониться? Так и сегодня. Власть боится независимых людей. Особенно тех, которые вслух говорят правду. И церковная власть боится свободных людей. Боится тех, кто независим. Боится и ненавидит тех, кто верует в Бога, а не во власть. Ненавидит тех, кто проповедует Бога, а не людскую философию. И тогда церковники и власть объединяются. Запрещают проповедовать Евангелие. Запрещают говорить об Иисусе Христе. Не смолкает праведник. Тогда принимают решение убить. А чего он путается под ногами? И убивают праведника. Убивают Христа. И наступает страх. Замолкает правда. На трон взбирается ложь. Ложь и страх разрушают надежду. Убивают веру. Жизнь погружается в смерть. Но вот ведь чудо. Христос воскрес. Понимаете? Скрыть оказывается не точка в истории. Есть жизнь после смерти. А это в корне меняет представление о смысле жизни. О ценности жизни. И становится понятнее слова Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не бойтесь. Властелин жизни утверждает. Я есть им воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет.